Спасибо. От имени Международной школы Синология мне хотелось бы пожелать вам успешного проведения форума «Белые ночи». И для меня также большая честь представить международную программу по аккредитации Международной школы Синологии. Одновременно аккредитация осуществляется Синологическим интернациональным обществом. И школы Синологии, и протоколы аккредитации, и стандарты качества общества Синология, Момология соответствующей страны и САЭС должны совпадать между собой, должны быть очень похожи. Основная наша цель состоит в том, чтобы улучшить качество помощи, оказываемой медицинскими центрами по всему миру. И, конечно, клиники, центры, где оказывается мамологическая помощь, представляют собой образец и главный пример мамологической помощи нашим пациенткам. Синология нередко определяется как гибрид науки, философии и искусства. Правда ли это? Давайте рассмотрим некоторые грани этого взаимодействия. Обратите внимание на скульптуру Микеланджело, которая называется «День и ночь». И расположена она в пансионе семейства Медичи во Флоренции. Ночь изображается в виде женщины, грудь, которая обладает некоторыми признаками карцинома. Обратите внимание ещё на одно изображение Форнарина Рафаэля. И данная картина выставлена в галерее античного искусства в Риме. И также вы видите, у героини есть признаки поражения, признаки опухоли грудной железы. И ещё одна картина, которая находится в Музее Прадо в Мадриде. Картина принадлежит Рубенсу, Треграции. Ещё одна картина, картина Рембрандта, Версавия с письмом царя Давида. Также обратите внимание на то, что Хейнрике, одна из моделей Рембрандта, также была больна раком молочной железы. Это великолепная картина, выставленная в Лувре. Ещё одна великолепная картина, картина Густава Курбе, купальщица. Картина находится в Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Центры мамологии отражают эволюцию наших подходов к лечению рака грудной железы. Исторически, в течение многих десятилетий, радикальная хирургия представляла собой практически единственный, главный и практически единственный способ лечения картинова грудной железы. Вильям Халстетт впервые провёл операцию радикальной мастоктомии. И эта операция стала практически догмой. Она определила состояние, определила развитие онкохирургии, мамологии на ближайшие годы. Шарль Мари Гросс стал основателем САЕС в 1960 году. Мамологический центр Ван-Нуйса в Калифорнии, США. Всё это клиники, которые занимались диагностикой и лечением патологии грудных желез. И методы работы развивались, постепенно эволюционировали, улучшались, совершенствовались. И, конечно, клиники специализировались и основывались на клинических данных и практиковали междисциплинарный и комплексный подход. В целом ряде дисциплин мы наблюдаем процессы слияния, процессы взаимодействия. Воздействие на хирургов данного профиля. Оказалось значительное влияние. Была усвоена концепция специализации, концепция междисциплинарного подхода к лечению пациента. Например, клиническое исследование, проведенное в Мичиганском университете, обнаружило, что повторная оценка пациентов, оценка, которая проводилась мультидисциплинарной командой, позволяла улучшить выживаемость и улучшить качество лечения таких пациентов на 52%. Еще один пример. Университет Пенсильвания сообщает, что междисциплинарный подход характеризуется весьма высокой эффективностью системы оценки мультидисциплинарной командой в рамках комплексной оценки, когда пациент осматривается и его состояние оценивается целой командой специалистов, позволяет внести положительные изменения в схему лечения, в 43% случаев пациенток с карциномой грудной железы. Сейчас признается, что рак грудной железы должен подлежать лечению специалистами профильных клиник, и что эти клиники должны являть собой пациента-ориентированную систему. При этих клиниках должны функционировать амбулаторные учреждения, амбулаторные центры для женщин с подозрением на рак грудной железы. Эти центры должны обеспечивать мультидисциплинарную, многопрофильную помощь. Важность междисциплинарности, а именно сотрудничества между хирургами, радиологами, патологами, и мультипрофессиональность, то есть сотрудничество между врачами, медсестрами, социальными работниками, психологами. Мультидисциплинарная команда должна включать в себя специалистов по профилю хирургии, онкологии, радиологии, патоморфологии. Должны туда входить специалисты по ядерной медицине, по медсестринскому делу психоонкологии и специалисты по социальной помощи. Пациенты выигрывают от оказания такой комплексной помощи. И, конечно, оказание такой междисциплинарной помощи представляет собой консенсусное мероприятие, консенсусная активность. Это предполагает, что специалисты должны регулярно собираться на совещание, обсуждать каждый индивидуальный случай, каждого индивидуального пациента, с тем, чтобы все участники терапевтического процесса, лечебного процесса понимали свои задачи, понимали свои цели, понимали общие цели лечения. И пациенты должны всегда находиться в центре любых лечебных процедур, любых лечебных мероприятий, которые проводятся командой специалистов. Вопрос о маммологических центрах неоднократно поднимался на международной конференции, включая флорентийскую конференцию, состоявшуюся в 2019 году. Было принято решение, что все женщины планеты должны иметь возможность получения медицинского обслуживания в рамках таких маммологических центров. Женщины в Европе, простите, пожалуйста. Европейский парламент принял решение о создании сети маммологических центров, центров здоровья груди, что позволит увеличить возможность, увеличить шансы на выживание данных пациенток. Что касается международной школы синология, на ее базе существует международная программа по аккредитации. Эта программа была создана на основе анализа других аккредитационных программ, которые применяются в разных регионах мира. И в настоящий момент данная программа распространяется на аффилированные центры, их целая сеть, САЭС и школы синологии контролируют, осуществляют управление двойной программой аккредитации. Эта двойная аккредитация позволяет укрепить взаимоотношения между синологическим обществом и аффилированными организациями по всему миру. Перед вами список центров, имеющих аккредитацию САЭС. Еще два центра подали заявку на аккредитацию. Заявки рассматриваются. Это центры в Истамбуле и Флоренции. Флоренцийский центр проходит аудит в ближайшем месяце. Центры в Хироне и в Сан-Себастьяне, Испания, также находятся в процессе оформления заявки на аккредитацию. В феврале 2012 года состоялся конгресс центров заболеваний груди в Париже. Была принята резолюция, согласно которой все женщины мира должны иметь доступ к надлежащим образом оборудованным, качественным, специализированным центром здоровья груди и их услугам. Данная резолюция была одобрена председателями ряда международных обществ, в том числе АСС и АЭС. Европейская комиссия села под контроль процесс европейской аккредитации центром здоровья груди. В Испре, Италия, был создан объединённый исследовательский центр при Институте здоровья и защиты прав потребителя. С сентября 2015 года на базе этого центра проводятся совещания, проводятся консультации в одном из проектов, действующих под эгидой данного центра, принимала участие я. В сентябре 2011 года Генеральная ассамблея ООН собралась на историческую сессию и приняла историческую же декларацию о том, что неинфекционные заболевания представляют собой один из основных факторов опасности в 21 веке. И как число относились диабет, относились хронические и респираторные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. И одним их заболеванием, одной из нозологических форм, которые обсуждались на Генеральной ассамблее, он был рак молочной железы. Я уверен, что очень многое в этом направлении может быть сделано. Вот таковы наши цели, такова наша стратегия. В сентябре 2018 года, совсем недавно, состоялось совещание высокого уровня в Нью-Йорке для созданной с целью обсуждения и имплементации данных вопросов. Я приглашаю вас всех, чтобы вы донесли на свои рабочие места вот это вот послание. Высококвалифицированные маммологические центры, оптимальной помощи пациенткам с раком молочной железы. Я абсолютно уверен, что синергический подход между российским обществом и международными организациями дадут достижения, позволят достичь адекватного и оптимального уровня оказания помощи. Большое спасибо за ваше внимание. И вот из Иерусалима вам самые тёплые пожелания успехов в вашей жизни и работе. Большое спасибо, Рубин. Руслан Новиков, может, что-то... Нет, вопрос. Вы абсолютно прекрасны... Сказать, что блестящее было выступление, потому что в России практически, можно сказать, такая же система командного подхода. Туда входит, естественно, хирург, лучевой терапевт, клинический онколог и так далее. В 19 центах так называемых диспансерах. Очень похожая система мультидисциплинарного подхода и оказания помощи пациенткам с раком, с РМЖ. Каждые пять лет мы тоже проводим повторную аккредитацию каждого специалиста. Раз в пять лет. Может быть, каждый год, не знаю. Но вот пока каждые пять лет. Но всё-таки у меня вопрос такой, следующий. Польша, вы показали, Литва, все страны Европейского Евросоюза, они включают в эти страны, все страны. Да, первые аккредитованы был центр в Израиле, а потом после этого аккредитованы были центры в Вильнюсе, Литва, в Польше и во многих-многих других центрах были аккредитованы в Испании в том числе. И вот испанское общество, оно решило, что все центры маммологические, которые должны быть раз в пять лет проходить аудит и получить, они бы хотели двойную аккредитацию во Франции, в Страсбурге и так далее. А потом вот в Истамбуле будет встреча, да, в Стамбуле будет встреча. И, соответственно, очень надеемся, что в ближайшем будущем Россия к нам тоже присоединится. Большое спасибо, огромное спасибо за ваше выступление. Редактор субтитров